дорогие друзья с большим сожалением сообщаю вам что это заключительный фильм нашего путешествия по острову тенерифе канарские острова испания видели сейчас алла разговаривал по телефону по моему с сыном да наверно сыном вот здесь мы на этом балконе на этой террасе представляете мы провели ночь и даже вторую уже ночь и наталья наш добрый друг которая нам предоставила эти апартаменты очень на нас была злая ругалась топала своими ногами и говорил о ну почему у вас такая шикарная спальня да спальня была шикарная но нам так нам так понравилось на балконе вы не представляете мы всю ночь смотрели на звезды на луну танцевали плясали ну и так далее вот мы отправляемся в небольшое путешествие на полдня у нас примерно часиков по моему в пять вечера самолет на москву нормальные люди что делают в это время в этот последний день нормальные люди собирают чемодан там готовиться к полету сидят грустят и так далее они нормальные а мы себя относим абсолютно к ненормальным мы продолжили наше путешествие и так мы в отеле риц карлсон карл карлтон ну не ругайтесь за мое произношение риц карлтон пять звезд отель обама огромный красивый отель собственным потрясающей красоты поля для гольфа поля для гольфа этот отель нам порекомендовала наталья мы ее спросили вот у нас есть немножко времени чтобы ты нам посоветовала ну вот мы такие вот дурные что она говорит да вы сядьте посидите подготовьтесь к полету не можем не можем не можем чтобы мы еще много не видели ага ну вот съездите тут километров 20 вот этот отель потрясающе красивый и мы отправились сюда осмотреться я знаете вот всю жизнь мечтаю побывать на настоящем гольф поле то есть я не имею желания стучать по этому шарику но погулять по этому полю очень хочу потому что все поля которые видел своей жизни невероятной красоты молодцы замечательный вид спорта для отдыха и релакса мы абсолютно бездумно случайно на прям на своей машине заехали внутрь и отеля и только вот здесь подъехав сюда до нас дошло что кажется мы что-то не то сделали то есть мы катаемся внутри отеля да люди на нас смотрят здесь специальный паровозик ходят который возит отдыхающих в этом отеле перевозят потому что отель огромный я вам там карту нарисовал у каждого свои на несколько километров этот отель распространяется и чтобы люди не тратили свои силы не стаптывали свои ножки вот или вот такие вот видели сейчас проехали электромобильчики такие для гольфа или вот такой паровоз мы признали свою ошибку нашли парковку адрес парковки я вам оказал поставили машину кстати это довольно-таки сложно и отправляемся дальше уже пешком вот видите электрокарчики там сейчас ехали мне такое впечатление что каждому отдыхающему каждой отдыхающей семье как мы поняли дают сразу автоматически такой электрокар потому что возле каждого домика виллы где живут люди электрокар а вот такой спуск я не знаю как это назвать лифт фуникулер фуникулер на счета лифтовые фуникулеры или фуникулерный лифт ну туда пускают только с соответствующим документом что вы являетесь отдыхающим этого отеля нам пришлось топать пешком по ступенькам ну а что делать зато у нас крепкие симпатичные красивые ноги мы пришли на пляж отеля а пляж а пляж у этого отеля открытый для всех вот название этого пляжа как видите здесь и отдыхающие в отеле и все кто сюда приедут имеет возможность здесь искупаться огромное спасибо за это я не знаю это или отель руководство отеля так распорядилась или власти канарских островов решили что пляжи не могут быть частными пляж очень красивые вокруг скалы камни песок чистейшая вода одно было плохо ну плохо в относительно плохо что очень сильные волны волны были ну очень сильно то есть был шторм и только благодаря волна отбойникам от видели за нашей спиной а дамы катарусель но я думаю все уже знаете даже я даже не стал подписывать потому что во всех уголках планета земля уже знают этот забавное упражнение катарусель вот там сзади за нашей спиной огромные камни которые отбивают волны если бы этого не был нас бы смыло и песок бы весь смыло пляж песчаный для тех кто отдыхает в этом отеле есть специальные лежаки есть здесь ресторан но я думаю ресторане могут все питаться да я могу ошибаться но возможно что даже заплатив какую-то денежку и вы не отдыхая в этом отеле можете получить вот эти вот специальные лежаки зонтики так далее но не обещаю я просто предполагаю потому что капитализм есть капитализм но нам это не нужно да нам это не нужно было мы вообще сюда приехали очень по-быстрому нам нужно было посмотреть нашими глазами наши видеокамеры чтобы рассказать вам что отель дорогой но очень красивый пляж у него такой оригинальный знаете о чем мы жалеем но мы сейчас ничего не жалеем сейчас хохочем смеемся и купаемся да потому что может быть даже купаемся последний раз мы еще не знаем последний раз в этом последний раз в этом году на канарских островах да вот но вот туда если вот как сейчас камера смотрит да вот если налево пойти там есть очень интересная дорожка вдоль скалы под скалой над морем но этот это нам наталья потом сказала но эта дорожка была закрыта вот такой ленточкой который ну запрещает туда проход и мы туда не пошли наталья говорит там очень красиво ну о чем речь мы же туда еще вернемся и мы все обязательно посмотрим и вам расскажем дорогие друзья мы искупались и отправляемся дальше как вы помните пляж находится далеко внизу и мы по ступенькам пока шли у нас все ноги разболелись хоть мы и очень спортивные ребята и тут мы идем обратно и стоит паровозик прям на пляже и мы салой так посмотрели друг на друга игру алла давай попробуем может нас не выгонят может такие хорошие мы такие симпатичные красивые и нас знает во всем мире да и мы сели в паровозик тихонечко подошел вот этот как он сказать машинист машинист паровоза посмотрел на нас хотел спросить а где ваша книжка там ваши документы а потом а здравствуйте владимир кота лакошка можно с вами сфотографироваться мы с ним сфотографировались дали ему автограф и он прокатил нас на паровозике и это было так здорово мы такие были счастливы мы обожаем подниматься очень до подниматься и тяжело а главное интересно вот этот сам процесс подъема Алла ехала ту-тут как тут у Мы едем, едем, едем В далекие края Хорошие соседи Хорошие друзья Мы везем с собой кота Кошку-забияку Вот компания какая Вот так вот здорово мы прокатились Были очень счастливы Еще раз повторюсь Конечно, наших ног бы хватило На то, чтобы подняться А с другой стороны, посмотрите, какой красивый получился ролик Мы с вами едем по чудо-чудо отелю Где я всегда, знаете, поражаюсь Когда вот вижу такие отели Я поражаюсь Сколько труда садовников Труда садовников Ну не знаю, как их называют Но я думаю, вы все поняли Садовников, которые Обслуживающий персонал Который подстригает эту травку Вот бананы Огромная плантация бананов Прямо на территории отеля Который ухаживает за этими пальмами Травкой, цветами Огромный труд У нас в саду Ну нет даже Одной миллионной доли того Что есть в этом отеле И то мы тут устаем Иногда Алла мне говорит Пойдем там газон Пострижем Или пойдем кустики обрежем Я такой ленивый Вы не представляете Вы все думаете Некоторые смотрели И говорят Ой, какие вы садоводы Какие вы там Труженики Честно вам скажу Я жутко ленивый Жутко ленивый Алла подтвердит Алла у меня работяга Алла вздыхает Когда говорит А, да, тебя не добьешься И идет сама В наш сад И наводит порядок Если бы я ей помогал У нас было бы покруче Наверное, чем в этом отеле А я вот не помогаю А я ей всегда Знаете, что говорю Я ей говорю А мне нравится Такая легкая дикость Ну, я не люблю Когда уже все прилизано Но должно быть Немножко, знаете Такой тайги Джунгли чуть-чуть Вот мы сейчас зашли В сам отель Вот он Выглядит вот так Огромный Такой красный монстр Ну, мне, конечно Не очень понравился Этот красный цвет Но, наверное, что-то Что-то здесь, наверное Так должно быть Ну, мне не понравилось Для меня это мрачновато Но, с другой стороны Посмотреть, какая бетонная Огромная махина И пруд В нем плавают Японские карпы Елочки Да, напоминаем, друзья Завтра Завтра вечером Начинается Католическое Рождество То есть праздник Здесь праздник идет Вот И Отель Огромный отель Соответственно Ждет Тысячи Тысячи Людей Которые приедут Со всего мира Здесь отдыхать Такая Елочка Со скромными Довольно-таки Шариками Но все равно Красиво Они не знают Что такое Настоящая елка У них пальмы 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 Вот А мы сели В наш автомобиль Парковка Кстати, я забыл сказать Бесплатная Адрес я указал В самом начале Если будут места Конечно Да, если будут места Потому что Мы долго ждали Место Если вам понравился Это отель И вы желаете Искупаться На этом пляже Мы вам Хотим посоветовать Приезжать Все как можно Раньше Чтобы забить место Потому что Таких желающих Много Отель И пляж Очень красивые А мы Отправляемся дальше Навстречу Навстречу С Натальей Наталья уже Проснулась Позвонила нам На телефон И сказала Встречаемся В точке Зю Мы говорим Наталья Что за точка Зю Она говорит Вы все знаете Ну мы же все знаем И мы точно В точке Зю Вот здесь Вот у этого отеля Читайте название Я уже не подписываю Встретились С Натальей Идем дальше Наталья бежит Впереди нас Я честно говоря Вот в этом месте Где она бежит И вот Алла бежит Я даже растерялся Какая-то пустыня Поле Колючки И думаю Куда она нас ведет И вот мы подходим Посмотрите Какое место Невероятно красивое Здесь такая Чаша Чаша океана Атлантического В которой Атлантический океан Взбивает Пузырики Наполняя шампанским Все это Грохотало Шумело Пенилось Просто Можно было Бросить сюда Джинсы Полчаса подождать И джинсы Были бы чистые То есть такое Как стиральная машина Пена Пена, да И Наталья сказала Что это одно Из ее У нее много Любимых мест Она нам практически Все свои места Любимые показала Вы знаете Вот это вот Кроме того Что Наталья Очень романтическая Натура Она и очень щедрая Натура Ну во всех отношениях Щедрая У нее есть Любимые места Которые ей нравятся Куда она говорит Я приезжаю Иногда даже одна Сажусь И просто занимаюсь Релаксом Сижу Закрываю глаза И слушаю океан Вот смотрите Какие волны То есть море Океан в этот день Просто буянил Наверное Жалел Что мы уезжаем Вот И вот такие места Она постоянно Нам дарила Огромное Наталья Тебе спасибо За это За свою щедрость Потому что Ну никогда в жизни Мы бы здесь не были Согласитесь Никогда бы в жизни Мы сели Вот на этих Теплых камушках Они были разогреты Солнцем Океан Прямо наших ног Где-то там Два метра внизу Грохотало Шумел Наталья сказала Давайте за ваше Путешествие По Тенерифе Ну как бы Завершающее Выпьем Чтобы у вас Был полет Домой Интересным И хорошим Чтобы залетели Все было у вас нормально И конечно Чтобы вы вернулись Сюда На Тенерифе Мы сейчас с ней Перезваниваемся Она говорит Ребята Приезжайте Может быть Может быть Все может быть Спасибо тебе Спасибо Наталья Те люди Которые нас Постоянно ругают За вино Ну не ругайте Ради Бога Потому что Это просто Легкая Легкая Сухая вино И мы пьем И мы пьем Пили Алла Ему сказала Что мы Обязательно Всегда Если не первый То второй Тост Всегда поднимаем За вас Наши дорогие Друзья Наши дорогие Зрители Посмотрите Помните Можно сказать Огромный Бассейн И потом Машину Поременных Городов Втором был Да И этот город У нас К сожалению Выпал В этом городе Находится Небольшой Небольшой Апартамент Одни из самых Недорогих По ценам Которые бывают На Тенерифе Не буду называть Цену Потому что Сами понимаете Цена варьируется Очень сильно От спроса От времени Года И так далее Адрес я вам указал С хозяйкой Этих апартаментов Вы можете списаться Эти отели Были нам предложены Мы должны были Здесь пожить Когда отправлялись Путешествовать На Лагомеру Но из-за того Что не срослось У нас не получилось Здесь переночевать И пожить В этих апартаментах Но тем не менее Мы буквально Вот на Несколько минут Зашли в эти апартаменты Для вас Наши дорогие зрители Показать вам Что вот бывает И такие апартаменты Смотрите Очень просто Очень Как сказать Ну не знаю Нам очень понравилось Романтично То есть если у вас Вот такая Пара Без больших претензий То есть вам не нужно Там за 100 За 150 евро Апартаменты А вы хотите найти Апартаменты Там за 40 50 60 евро Нет Очень симпатично Да То вам Вот Надо искать В следующий раз Возможно мы вот это возьмем Да Что-то подобное Надо искать Мы отправляемся дальше Сумасшедшая семья котов Под предводительством Натальи Вместо того Чтобы ехать В аэропорт В аэропорт Да Потому что наш самолет Уже Вот в данный момент На наш самолет Уже началась регистрация А мы решили По дороге Заскочить Как Меркадон Называется Один из самых Популярных Магазинов На острове Тенерифе Рекомендуем Относительно Недорогие Ну типа Нашего Ашана Наверное Да Который в России Ашан Или Какие еще магазины Можешь привезти Большие такие Лента Да Очень большие Супермаркеты Где Относительно Недорогие цены Мы Ничего здесь Не брали Потому что У нас Не было Багажа К сожалению Мы летели Налегке У нас было Два Маленьких Рюкз Даже сувенир Взять Мне привезли Даже сувенир Не могли взять У нас Не было Никакого веса Мы приехали На пляж На желтый Пляж Пляж Амарилла По-испански Это так Желтый пляж Это Напоминаю Мы здесь С вами уже были Это пляж Мне очень Понравился И это Моя была Инициатива Я настоял Я очень Хочу на этот пляж Объясняю еще Почему Кроме того Что он мне понравился И хотелось Как-то красиво Памятно Завершить Наше путешествие По острову Томерифи Напоминаю Что от этого Пляжа До аэропорта Там буквально 5-7 километров То есть Можно сказать На окраине Взлетной полосы Находится Этот пляж Поэтому Мы все Контролировали Мы не совсем Бестолковые Мы понимали По времени Что у нас Все нормально Мы обязательно Успеем Тем более Тут нет Московских пробок А я хотел Завершить Мы мало Мы никогда Мало Так еще Не купались Как здесь Мы настолько Бегали Что в данный момент Я сейчас Лежу На волнах Атлантического Океана Я в этот момент Прям Весь такой Мокрый Лежу И плачу Мокрыми Солеными Слезами Плачу От того Что я Мало Покупался И этот Пляж Который Мне так Понравился Это наверное Один из самых Оригинальных Пляжей В своей жизни Который я видел Сейчас объясню Почему В этот момент Здесь был Отлив Тут два Обстоятельства Которые Немножко Испортили Нам Картинку Это первый Отлив То есть Воды было Очень мало Вода Океана Куда-то ушла Я не понимаю Я не понимаю Физику Океан Раз Океан И ушел Куда он ушел Куда он делся Океан То есть Было мелко В том месте Где все купаются И кроме этого Шторм Напоминаю Шторм Волны колбасило Болтало Посмотрите И я даже Али запретил А я хотела Уже разделать Сейчас пойду Пойду Ну как же Надо же Искупаться Я тебя запретил Потому что Я сам почувствовал Что очень Очень опасно И просто Можно было Удариться Об эти камни Очень серьезно Тебя так и ударило Потом Да Ударило Я весь был Домой прилетел Весь раскорябанный В кровь Руки и ноги И так далее Объясню Почему оригинально Во-первых Вот эта желтая скала Очень красивая А во-вторых Жалко Что мы туда Не пошли Не посидели Хотя бы ради съемки Хоть 2-3 минутки Надо было Видели Как люди там сидят Вот в этой скале Знаете Что мне напоминает Вот стрижи Ласточки Когда делают Свои гнезда У них такие выемки Они там делают Свои гнезда Лепят И вот Люди Загорают Отдыхают В этих таких гнездах Как ласточки Я такого Никогда жизни не видел Смотрите Какие рыбы Кстати Они не маленькие Ну Некоторые спрашивают Какого они примерно Размера Я думаю 25 До 25 До 30 Сантиметров Примерно Размера Вот этих рыбок То есть Такую Хорошую Мою ладонь Такую То есть Большие рыбки И когда я Вот смотрю На этих рыбок И вот Когда такой шторм Сейчас скажу Абсолютно Дурацкую вещь Я всегда думаю Господи Вот рыбки Не ударяются А в камни Как я Потому что Я ударился Здесь несколько раз Они же плавают Представляете Как у них голова Кто у нас мужик Я мужик Вот Они мне все кости Перемыли А я плаваю И так И каю И каю И каю И каю Думаю Ну что я и каю А они все Обо мне Разговаривали Я думаю Наверное Чего-нибудь плохое Про меня говорили Нет Нет Точно И вот мы уже Едем Да Мы уже подъезжаем К аэропорту Тут Не знаю 5-7 километров Буквально Вот уже указатель Аэропорт Нам предстояло Сдать автомобиль Так быстро автомобиль Я еще никогда В жизни не сдавал То есть я пришел Отдал документы И показывал руками Мол А машину посмотрите Они махнули рукой Не надо Идите Мы вас знаем Да Идите И вот Авиакомпания С-7 Это по-моему Сибирь Раньше так называлась Авиакомпания Наша российская Авиакомпания Тенерифи Москва Примерно 7 часов полета Вечером Часиков Где-то в 6 вечера Примерно Наш самолет Взлетает Многие мне Под последние дни Когда я монтировал Фильм Писали Ну почему До сих пор Нет последней части Почему вы не сделали Фильм-сборник Фильм-обзор Мы ждем-ждем Вы не поверите Ну кроме всей этой беды Которая сейчас происходит Все это Коронавирус Этот дурацкий Который останется В нашей памяти И надеюсь Побыстрее забыть Всю этой карантин И так далее На меня знаете Что влияло Я человек Очень эмоциональный Я ну никак Не мог сесть За монтаж Этой части Потому что Для меня Монтаж Этой части Это как Вот знаете Книжку Читаешь Да И вот Дочитал до последней страницы Последний абзац И книжку так Хоп И закрыл И Закрыл Некий Период Своей жизни И мне И мне так Не хотелось Закрыть Этот период Жизни Так не хотелось Закрыть Эту книгу С ярким названием Тенерифи Говорю Абсолютно Искренне Абсолютно Честно И мне даже Наталья уже Звонила Говорит Ну почему Ты никак Не закончишь Где Последняя часть Почему Вы не Закончите Фильм А я говорю Наталья Не могу Не хочу Я не хочу Расстаться С этим Потрясающим Фильмом Это Это какая-то Детская Абсолютно Детская Вот эта Психология Страусины Спрятать голову В песок Да Вроде я голову Спрятал И фильм Не заканчивается А заканчивается Все равно Надо Прошу прощения Дорогие друзья И вот Наш фильм О Тенерифе Завершается Потрясающие Две недели На Канарских Островах Мы не планировали Не хотели Мы совершили Благодаря Наталье И мы Очень ей Благодарны И Всем Желаем Сказать Первое Путешествуйте Второе Не деньги Важные В этом мире А желания Если у вас будет желание Всегда Можно осуществить То что вы желаете И третье Остров Тенерифе Канарские острова Потрясающее место Для отдыха Всей семьей Тут есть И океан И интересные города И леса И парки И потрясающие И зоопарки И вулкан И невероятная Концентрация Интересного И замечательного Поэтому Обязательно Путешествуйте Мечтайте Стремитесь И исполняйте Свои мечты Владимир Кот И Алла Кошка Говорят вам До свидания До новых встреч До новых встреч Не уходите далеко До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok